Приветствую вас, давайте попробуем с вами разобрать те ваши проблемы, которые имеют место быть. На первом месте у вас, конечно же, не что иное, как наша травма психологическая, связано именно с тем, что вы пережили попытку насилия, и, соответственно, теперь вы боитесь. Правда, чего именно вы боитесь? Кто стоит за этим страхом, и как вам этим страхом жить, нужно разбираться в личной консультации. То есть вы с этим страхом жили довольно долго, у вас выработался комплекс, у вас выработались определенные установки по причинно-следственным связям в контексте данного явления. Поэтому с этим нужно работать отдельно, безусловно. Далее, значит, что касается самих девочек, с чего вам начинается знакомство, то здесь я предлагаю вам для начала определить круг своих интересов, может быть, хобби, может быть, какие-то увлечения, какие-то развлечения, какие-то моменты, связанные с тем, как вы, допустим, проводите свой досуг и так далее. То есть вот эти моменты необходимо для вас определить, то есть именно моменты, связанные с вашими интересами, с вашими увлечениями, с вашими хобби и так далее, так далее, так далее. И уже основываясь на этих увлечениях ваших, можно будет говорить о том, что вам интересно, о том, как вы можете по сути дела общаться с девушками, о чем вы можете общаться с девушками и так далее. То есть этот момент здесь именно в том, чтобы вы начинали взаимодействовать с девушками только вот через контекст своих интересов, через контекст того, что есть между вами общего, и тем самым вы бы как-то старались наладить свои отношения с ними. Это очень важный момент, потому что от него зависит, по сути, то, как вы будете выстраивать свои отношения, как вы будете их позиционировать, как вы будете их развивать, как вы будете в них находиться и что вы будете в них делать. То есть это все очень важный момент, это все очень важный контекст именно того, что вам нужно делать для, значит, реализации своих потребностей. Вот. То есть девушек вообще не нужно воспринимать, не стоит воспринимать, как, знаете, или вот, ну, как, именно как женщин сразу. Да, вначале вам нужно научиться видеть в них именно людей, именно субъектов, субъектов определенных отношений без какого-то гендерного признаков, и только потом уже, когда вы сблизитесь с такой девушкой, вот уже, тогда вам как раз и нужно будет постепенно видеть, видеть, видеть в ней все больше и больше и больше именно женского и все меньше чего-то другого. Я имею в виду, я имею в виду чего-то другого, именно вот в контексте как раз тех, в контексте как раз тех интересов, которые у вас есть. Ну и отдельно, что мне хочется вам сказать, то, что вы пишите, что вам в молодости хочется обеспечить себе старость. Вот это вот, если честно, вы знаете, очень такой, на мой взгляд, мотив, весьма-весьма опасный. То есть, получается так, что вы по сути дела хотите использовать девушку для чего-то своего. Вы хотите, чтобы девушки выполняли то, что вы считаете, ну, они должны делать, то, что вы считаете, они должны выполнять. А это все-таки не есть правильное, потому что, ну, объективно, и я надеюсь, что вы со мной согласитесь в этом. Обеспечить себе старость можно и без, собственно, девушки. То есть, понимаете, непонятно, к чему вы вот здесь вот сказали именно про вот, вот, хочется обеспечить себе старость. То есть, ну, опять же, опять же, опять же, лично мне непонятно, к чему вы это сказали. То есть, если вам женщина нужна для какой-то цели своей, это одно. Ну, другое дело, другое дело, почему девушка, например, должна соответствовать вашим целям. Почему она должна их обязательно, например, разделять, да, и реализовывать. Это уже другой вопрос, вопрос. Но, тем не менее, если вы так считаете, то это ваше право. Но тогда постарайтесь более все-таки, более подробно, что ли, более осознанно подойти к тому, чего вы хотите от девушки. Потому что то, о чем вы говорите сейчас, это в некотором роде использование, в некотором роде потребительское отношение к девушке. И я не думаю, что это как-то вас будет, ну, например, красить, я не думаю, что это как-то будет сделать вас, скажем, более, ну, более привлекательным для девушек. Надеюсь, в этот момент вы тоже для себя обязательно постарайтесь прояснить, ибо он очень важен, этот момент. Идем дальше, значит, что вам по итогу не нужно делать. По итогу вам имеет смысл это то, что, наверное, лучше всего. По итогу вам необходимо, в первую очередь, наверное, обозначить круг своих интересов. И, исходя из вот этого самого круга своих интересов, действовать именно в контексте знакомства с девушками. То есть не нужно их воспринимать как-то отдельно, не нужно их стараться воспринимать сразу, как женщин. Это ненормально, это неправильно, это грозит вам, по сути дела, неудачным в отношениях. То есть если вы хотите, чтобы у вас все получилось, начните сблизиться с девушками именно вот как раз на фоне своих интересов, на фоне своих увлечений, на фоне того, что вас, значит, привлекает, увлекает и так далее. Это будет самым лучшим вариантом именно для вас. Ну, а по поводу комплексов, здесь, я надеюсь, вы поняли меня однозначно. Ситуация такова, что вам необходимо работать. По своим страхам, с комплексом и причинно-следственными связями, как я уже сказал тоже. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok